Всем привет дорогие друзья, подписчики моего канала и странники ютуба, любители ужастиков. Сегодня мы начнем головокружительное и эпичное прохождение игры Амнезия Призрак Прошлого. Это игрушка от студии Frictional Games, ребят которые подарили нам совершенно буквально игру Сома, игра которая тронула меня до глубины души, но так получилось что в Амнезию я играю уже после Сомы. Многие говорят что это даже знаете неплохо, Амнезия говорят даже немножко страшнее Сомы, в то время как Сома игра более философская, более наполненная смыслом. Но давайте не будем делать долгое вступление новая игра и посмотрим, что же нам подготовили ребята из Frictional Games. Не забывай, некоторые вещи нельзя забывать. Даниэль? В Лондоне? Ну хотя бы голосовой перевод, это круто. Это безумие. Нельзя забывать. Нельзя. Я должен его остановить. Соберись. Меня зовут... Я Даниэль. Как-то тут все запущено. Так, сдается мне, что это был, видимо, главный герой, да? То есть я потерял сознание. За минуту до потери сознания я пытался запомнить что-то. Я должен был кого-то остановить. Я все повторял, что меня зовут Даниэль. Что я живу в Лондоне. Отлично. Управление наконец-то перешло в мои добрые лапки. Задание добавлено. А как его? На тап, наверное, да? Вау. Инвентарь? Хорошо. Что? Трупница, да? Служит для разжигания огня. Здоровье все в порядке. Рассудок в здравом уме. Ха-ха. Масло? Масла у меня нет. И журнал. Давайте посмотрим, что же здесь я черканул. Нет записей. Нет дневников. Идите по следуя с капель и найдите источник жидкости. Хорошо. А, вот они, капли, да? Судя по всему, это, видимо, кровушка. Так... Сюда? Или куда? Почему-то у меня шрифт не работает. Ну да ладно, давайте осваиваться здесь, значит. Так, хорошо. Ага. Можно зажигать эти свечи. Но у меня нет ничего, да. Трупницы закончились. Или трупницы? Я не совсем, может быть, правильно делаю ударение. Так, нажмите левую кнопку мышки, двигайте дверь. А-а-а-а. Ну да. До чего дошла цивилизация, да? Вау. Я нашел... Короче, эту зажигалку. Окей. Ладно, почемпали дальше. Знаете, вообще, вся эта история мне немножко напоминает фильм «Помни». Или фильм «Память». Это ранний фильм режиссера Кристофера Нолана. Там чувак тоже, знаете, прежде чем потерять память, всегда что-то повторял. Но у него, к сожалению, это не получилось. Ну, не получалось. Хорошо. Ага. То есть я могу зажечь эту свечку. А нужно ли мне это? Думаю, пока нет, да? Так, здесь обвал. Хорошо. Давайте, значит, осваиваться здесь. Что-то меня как-то, знаете, штормит нехило. Эй. Такое ощущение, что я чуть ли не на корточке сел. Хорошо. Опять же, у меня shift не работает. Опа. Можно взять. Так, чтобы против предмет нажмите... Эй. Правая кнопка мыши, да? Отлично. А чтобы вертеть, удерживайте R, да? Ага. Хорошо. Все понятно. Вообще, декорации всяких заброшенных замков или... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ха-ха, твою мать! Хватит так делать. Стоит отдать должное разработчикам. Мне нравится, как они нагнетают атмосферку. До Сомы я играл, например, в такие проекты, как Пенумбра. Обе части. Так вот там, да. Там они знатненько так нагнетали. Обстановочку. Вау! Ветер, ветер, не балуй! Ветер, ветер, не балуй! Ветер, ветер. Уйди нахрен и закрой за собой дверь. Все. Я в безопасности. Шкаф. Какие тайны ждут меня внутри. Старые какие-то портки и... Трупница, да? Или трупница. Надо обязательно зайти в Википедию и почитать, как правильно ставить ударение на это слово. Хорошо. Ой. Носом ударился. Бывает. Метелка. Ох ты, охренеть. Это что, оружие, что ли? Хуя-а! Хуя-а! Ой, ни хрена себе. Вы видали? Что это было? Метелка взбесилась и улетела в потолок. Хорошо. Так, бинго. Я нашел еще одну. Откройся. Давайте поизучаем, что у нас здесь есть. Вот знаете, чисто логически, да? А зачем мне тратить эти зажигалки, когда можно взять, например, какой-нибудь кусок дерева, зажечь вот здесь в камине. Ну, да, камень же это, печка. Поджечь его и просто, как факелом, все там зажечь. Почему я не могу до этого додуматься-то? Хорошо. Бутылочка. А ты разбиваешься? Эй, стоять! Да! Обожаю за это физику. И модели разрушения очень прикольные. Так, а секреты здесь есть? Секреты? А как в играх, например, серии Вольфенштейн, где часть действия тоже проходила в всяких замках там и прочее-прочее, там была куча секретов. Например, за картинами или за вот этими вот флагами. Хорошо, пока все спокойно. Пока все спокойно. Вот знаете, я немножко поднял яркость в менюшке. Там кто-то бегает. Это не здоровая херня. Я вам, я вам серьезно говорю, это абсолютно не здоровая херня. Так вот, я в менюшке поднял яркость. Может быть, здесь должно быть, по идее, темнее, чем есть, чтобы зажигать вот эти вот всякие канделябры, всякие свечки. Ну ладно. Вообще, знаете, у меня такое ощущение, что я иду не по следам крови, а это, знаете, как будто лепестки роз. Розовые розы. Я иду по их следу, да? Так, а что это за звуки? Да хватит ты, не падай, твою мать! Почему в самый неподходящий момент ты падаешь? А вдруг кто-то придет? Да вставай, давай, вставай, вставай. Все хорошо, я живой? Тихо. А что происходит, кстати? Я реально, я пока не понимаю абсолютно ничего. Я помню только свое имя и где я живу. А что, я вообще здесь забыл? Пока непонятно. Вот уже вторая дверь подозрительным образом открывается сама собой. Это ненормально. Так, и там какие-то эти Иисусы, да? На распятии висят. Это не круто. Так, можно сюда пойти? Хорошо. Так, а здесь что? Ууу! У-у-у-у-у-у. Там какой-то силуэт. А, это всего лишь... Всего лишь доспехи. Привет, доспехи. Так. Зажигалка. Знаете, пока я не прочитаю Википедию, я буду называть это зажигалками. Хорошо. Реально огорчает, что нет бега здесь. Может быть, со временем я немножко приду к себе и научусь бегать. Так, это что? Одежка? Одевайся, одевайся, чувак. Опа, смотрите, я только что заметил. Появляется это синее свечение, как было в Пенумбре. То есть, получается, что я как бы скрылся, да? Особенно если закрыть дверьки. Ты вообще шикарна. Ну, значит, я так понимаю, что здесь будет что-то вроде Пенумбры. Потому что в Соме такого эффекта не было. Там от монстров так просто не убежишь. Ой! Во-во-во-во-во-во-во-во, курильщики! На куриль это здесь, твою мать! А, так я рассудок утрачиваю. А-а-а, так вот зачем эти свечки. Чтобы я с ума здесь не сошел. Не начал крушить все подряд. Бегать здесь как ополумившись топором. Хорошо. Давайте что-нибудь зажжем. Например, эту свечку. Опа. Круто. Кстати, довольно экономно, да? Одна вот такая вот свечка, один такой подсвечник. Он озаряет своим теплым светом все помещение. Это круто. Стульчак. Можно кидать. Ну все, в принципе, да? Больше ничего здесь нет. Хорошо, хорошо, хорошо. Идем дальше. Но все-таки первая серия, она всегда самая сложная. Мы здесь начинаем только-только осваиваться. Учимся играть. И как бы особого ничего эпичного не происходит. Ну, как правило. Поэтому я надеюсь... Не то чтобы надеюсь, я почти уверен, что старые архивы... А, загрузка, да? Добраться в Дувр можно было через Кентерберри. Он заехал в гости по дороге. Блин, я не успел прочитать. Я так понимаю, что мне придется, скорее всего, делать выбор. Между тем, чтобы читать выразительно и читать быстро. Думаю, что... Скорее всего, я буду читать быстро. У меня такое смутное подозрение, что я слышал где-то тут шаги. Это так подозрительно. Жалко факел брать. А-а-а! Нельзя! Во-во-во-во, что? При сильном испуге или шоке ваш рассудок пошатнется. Однако вы можете вернуть ему ясность, решая головоломки и продвигаясь вперед. Окей. Помните, что находясь в темноте, вы постепенно утрачиваете рассудок. Зажигайте свет с помощью трутниц или найдите иной источник света. Ага. Это довольно любопытно. В Пенумбре такого не было. То есть, помутнение рассудка здесь представлено вот этим вот... Вот этим вот спецэффектом. Расплывчатый экран. Меня штормит. У меня рябит в глазах. Хорошо, давайте-давайте что-нибудь зажжем. Например, этот факел. О! Кажется, меня отпускает. Хорошо, приятная новость. Рассудок. Легкая головная боль. Да. Книжка? Что написано, не могу разобрать. Да и пофигу. Окей. Так, что у нас здесь? Как-то все запущено. И потолок протекает, кстати. Да. Вот, кстати, если бы я играл не в Сому изначально, а в Пенумбру, например, то... Во-во-во-во-во! Какого хрена? Что это такое? Ай! Что за жучки-паучки? Что-то явно недоброе. Какого хрена? Откуда взялись эти жучки-паучки? Это, как бы, ну, это... Последствия моего помутнения рассудка, да? Или это нереально здесь были? Черт. Нет, кстати, классный эффект, да? Ну, представьте на минутку, что рассудок у меня мутнеет, как бы, и происходят разные спецэффекты. Монстры лезут со всех щелей. Хотя, на самом деле, их, как бы, нет, но эффект они вызывают довольно-таки стрёмный. Ха-ха. Так. Так, трупницы, да? Хорошо, отлично. Что здесь, разобрать я не могу. Ладно. Вау. Что за... Что за говно? У меня что, зависло, что ли? Пожалуйста, 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 только не сейчас, только... Только не на первом видео, пожалуйста, не зависай. Твою мать. Хорошо. Без паники. Всё будет замечательно. Ведь у нас есть волшебная сила. Сила монтажа. Я взываю к тебе. Так. Давайте, через пару секунд мы вернёмся на это же самое место. Давайте. Раз, два, три. Фух. 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 Никак не могу к этому привыкнуть. Это словно телепортация. Словно перемещение. Из пространства в пространство. Вау. Сработало. Бинго, детка. В который раз меня вручает сила монтажа. Слава богу, что она есть у меня. Итак, давайте изучать это место. Так, здесь только что были букашки-таракашки. Они убежали. Так, давайте посмотрим, что у нас полезного здесь есть. Я уже что-то вижу. Ага. Зажигалочки. Две штучки. Кстати, я заметил, что шифт у меня работает. Окей. То есть он не так заметно работает, как в той же Соме. Но все-таки я двигаюсь быстрее. Нажав шифт. Так, что это за ящики? Интересно. А что это за знаки такие? Снежинка какая-то? Окей. Ладненько. Ничего здесь интересного нет. Пошлите дальше. Нам сюда. Тихо. Книжечка. Не подходите. Я предупреждаю. У меня книжка. Очень тяжелая. Кину нахрен. Убью. Ха-ха. Ну, хоть какой-то свет. Так. Ладненько. Тут у нас завал. Не пройти. Хорошо. Значит, нам сюда. Как тут все запущено-то? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Все безопасно? Эй, броу. Окей. Хорошо. Давайте изучать. Пока здесь никого нет. И надеюсь, не будет. Никто не пробежал? На звук упавшей книги, нет? Хорошо. Что еще здесь есть? Какие-то записульки. Свитки. Это все очень... Ооо, да ладно. Можно открывать сундуки. И забирать пятаки. Круто. Да ладно. Ничего себе. Даже цветочки есть. Круто. Ха-ха. Давайте поставим сюда. На свет. Когда-нибудь из тебя вырастет большая пальма. С кокосами. Но пока... Расти маленькая в горшочке. Так, тихо. Вот это довольно стремно. Так. Теперь уже не так стремно. Но все равно стремно. Ха-ха. Твою мать. Что? Заперты? Эй. Так. Видимо, нужно найти ключик. Где-то. Ты не ключ. Пошла нахрен. Может быть, где-нибудь еще один проход есть? Секретный, например. За шкафом. Нет? Такого дела. Что-то, кстати, да. Я не поизучал эти полки. А вдруг здесь что-то полезное есть? На этих полках в сундуке все равно пустое. Вроде бы ничего нет. Откройте. Откройте, твою мать! Откройте! В инвендаре пусто, кстати, тоже. Ладно. Давайте искать. Значит, нам нужно найти ключик. Волшебный золотой ключик, открывающий нам путь в кукольный театр. Тра-та-та-та. А где-то дерьмо искать. Вот только не говорите, что ключ где-то в одной из этих книг. Это будет как-то глупо. Все книги, да, перерывать. Ой, твою мать. Ну все, приехали, называется, да? Не успели начать играть, как тут же и застряли. Так. Дорогие друзья. Знаете, я тут долго-долго бегал, бегал, искал ключик. Но я реально все обшмонал и ничего не нашел. Но знаете, я вот только что посмотрел наверх. И вот у меня родилась такая идея. Раз здесь очень многое основано на физике, и если вспомнить пару задачек в Пенумбре, то возможно нам сделать какую-то башню, ну то есть выстроить из ящиков и прочих предметов здесь такую башенку, по которой можно забраться вот туда. Ух, это, конечно, глупая затея. Ну почему бы и не попробовать? Ну почему бы и не попробовать? Да ладно! Вы издеваетесь! Вы, твою мать, издеваетесь определенно! Все, что я делал вот с этими ящиками, строил вот эту конструкцию вот туда, к небу. Все это было зря! Потому что я просто тупо не усмотрел, что там вот была лампа. Вот там вот была лампа под столом. Я нашел, вот она у меня в руках, это лампа. И теперь я проверял, у меня открывается дверь, которая была раньше закрыта. Вы издеваетесь! Я полчаса, я полчаса строил эти башни. Я думал, что, может быть, здесь загадка физики. Вот туда! Но в итоге... Ай, мне фонарик погас. Замечательно! Ладно, пошлите дальше, пошлите дальше изучать это место. Я реально, я просто уже вымотался, я устал. Давайте быстренько подбежим к какому-нибудь логическому завершению нашего приключения. Допустим. И на этом сегодня... И закончим наше эпичное заключение! Потому что, ну, хватит, ребят, реально. Это даже не смешно. Итак, топка. А что в топке? А в топке травишки. Шкаф, окей. Кстати, трутница. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Грешные мои глаза. Я до этого называл их трутницами. Это было как-то... Ну, я не знаю, если бы вы... Вы, наверное, дико ржали, когда я об этом говорил вполне серьезно. Но вот, собственно, я понял, что я допустил ошибку. Это трутницы. Я куда-то пришел. 19 августа 1839 года. Хотел бы я спросить тебя, помнишь ли ты хоть что-то? Боюсь, когда я выпью этот эликсир, в твоей голове не останется ни одного воспоминания. Не бойся, Даниэль. Не могу объяснить тебе, почему, но я выбрал забвение. Постарайся найти в себе силы, потому что у тебя есть цель. Ты – мой последний шанс все исправить. Очень надеюсь, что имя Александра Брененбургского все еще вызывает у тебя гнев. Если нет, то тебе не понравится то, что ты должен сделать. Иди во внутреннее светилище. Найди и убей Александра. Он стар и слаб, а ты молод и силен. Ты легко с ним справишься. И еще одно. За тобой идет тень. Это оживший кошмар, который разрушает все на своем пути. Я перепробовал многое. От нее не уйти. Ты должен продержаться как можно дольше. Искупи наши общие грехи, Даниэль. Спустись в подземелье к Александру и убей его. Бывший ты, Даниэль. Ха! Точно! Вот когда он буквально уже вторую страничку начал мне озвучивать, я знаете, я где-то в глубине души уже начал подозревать, что пишет мне я сам. Я сам пишу себе. То есть, прошлый я с воспоминаниями. Ну, чем-то напоминает игру Сталкер, да? Масло. Круто! Так, а что у меня есть? Ага, масло. Так, окей. Теперь я могу использовать фонарик, да? По идее. Хорошо. Вау. А это что? А что за бутыльки? А здесь масла нету? Ребят, дайте масло! А то я устрою бардак. Ха-ха! Вот так вот. Хорошо. Так, что здесь полезного есть? А, рычаг какой-то. Что? Зажмите левую кнопку мышки и двигайте куда-то, в общем, двигать. А он не работает. А, работает. Вау, что это было? Холл. Да, детка. На языке он чувствовал ароматросы. Турецкие сладости, подумал он. Такие же, как и в посольстве в Константинополе. Окей. Ха-ха! Я успел прочитать. Так, удерживайте левый шифт, чтобы бегать, как Форест Гамп. Ладно, дорогие друзья, давайте на этом поставим пауз, потому что я дико устал. На самом деле, для вас, может быть, эта серия всего лишь 20-30 минут будет занимать по продолжительности. Но я здесь потратил часа полтора, не меньше, с этими долбанными башнями из ящиков, которые меня никуда не привели, и с прочими вылетами. Итак, всё, давайте увидимся во второй серии. Ребята, обязательно подписывайтесь на каналчик, вас будут ждать дикие и позитивные прохождения разных видео и игрушек, хоррора в том числе, а также Хэппи Виллс и Гаррис Мод. Разочарованными вы точно не будете. Сделайте правильный выбор в пользу Нептуна. Пока-пока, друзья, до новых встреч. Так, тихо. Твою мать, вы кто такие? Ну, подходите. Ай, ну давайте. Чё натерять-то, епта? Мы уже всё потеряли. Осталось только нашу видеокамеру потерять. Ой. Так. Это плохо? Так, это, наверное, плохо. Блядь, а чё происходит, твою мать?